Столица Верхневолжья стала четвертым по счету городом, который посетил автопробег Следственного комитета. Позади Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород. Автопробег проходит в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Грузовой автофургон доставляет в российские регионы передвижную выставку, посвященную Нюрнбергскому процессу и свидетельствам трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. Здесь есть документы конкретные, которые описывают фотографии, ужасные совершенно потрясающие фотографии, которые показывают то, что реально было, насколько это страшно было, насколько бесчеловечный был режим, который установили на оккупированной зоне нацисты. И насколько вообще, в принципе, опасно играть в политике с нарушением норм морали, в принципе, строить политику на идеологии, которая основана на воле власти нишанской, а не на понятии добра, зла. Когда христианские ценности допускаются просто в обществе временно, потому что Гитлер планировал, в конце концов, отказаться от христианства, ввести язычество насильно. И целый концентрационный лагерь состоял из священников, которые были против того бесчеловечного режима, который был. И вот Нюрнбергский процесс, он важен, собственно, тем, что как раз люди совершенно разной идеологии, совершенно разных правовых систем были едины в том, что они осуждали отсутствие морали в политике. И вот в этом плане выставка это имеет очень большое значение. Напомним, в Следственном комитете России создано специальное подразделение, расследующее преступления немецко-фашистских захватчиков в отношении мирного населения нашей страны. Создан штаб по поисковой и архивной работе. Работа в архивах по установлению мест захоронений, в первую очередь, мирного населения, расстрелянного или уничтоженного немецко-фашистскими захватчиками. Во взаимодействии с Министерством обороны, с МВД, с Федеральной службой безопасности, ведется работа по излечению останков тел для придания их земле. Здесь же, среди экспонатов передвижной выставки, оружие времен Великой Отечественной войны, предоставленное поисковиками Верхневолжье. Поисковое движение, оно уже более 30 лет занимается именно тем, что, как говорится, из небытия возвращает солдат. То, что вот перед вами находится, это те вот артефакты, которые были найдены во время поиска. Они реставрированы нашими специалистами, наших реставрационных мастерских, то есть, так сказать, и молодежи, так сказать, довольно-таки интересно вот видеть вживую то, что вот, чем воевали наши, так сказать, отцы, деды и прадеды. Это оружие, которое можно взять в руки и как следует рассмотреть, особенно заинтересовало школьников-кадетов. Именно на молодое поколение тех, чья жизнь только начинается, рассчитаны исторические материалы экспозиции. Нынешние школьники должны знать настоящую, а не лживую историю своей страны. Страны, победившей фашизм. Все это делается для того, чтобы не допустить в будущем фашистских проявлений, которые пережила наша страна во время Второй мировой войны. Мы наглядно видим то, что сейчас происходит и в европейских странах, и в целом по всему миру, и у наших соседей, что происходит. Все марши, которые сейчас проходят, в том числе и с нацистской символикой. И мы, конечно, не можем на это дело смотреть с закрытыми глазами. Владимир Владимирович Путин, наш президент, подчеркнул, что мы никому ничего не должны. Самое главное, ничего не забывать. Нюрберский процесс имеет две составляющие. Первое. Преступники получили свое, то, что положено. И второе. Нацизму был положен конец. Сегодня, к сожалению, эта тема оказалась незакрытая. И опять есть попытки возродить нацизм уже в новом исполнении, в новой трактовке, с новыми целями, чему мы должны всячески препятствовать. Впереди у межрегионального автопробега десятки городов России. Завершится он в Калининграде в ноябре 2020 года. Актуальность мероприятия сложно поставить под сомнение. Последние годы в некоторых странах бывшего Советского Союза пытаются возвеличивать тех, кто в годы Великой Отечественной войны воевал на стороне фашистов. На Западе стараются забыть, что именно наша страна ценой миллионов жизней советских солдат и мирного населения остановила фашистов и спасла мир от коричневой чумы. Поэтому автопробег Следственного комитета проходит в юбилейную 75-ю годовщину начала Нюрнерского процесса, наказавшего военных преступников Второй мировой войны.